Еще до запроса госслужбы и финансовой разведки о получении данных клиентов коммерческих банков в Кыргызстане произошло событие, которое вызвало большие сомнения о сохранности банковской тайны в стране. Госкомитет национальной безопасности опубликовал видеоизъятие денег из банковской ячейки экс-вице-премьер-министра Кыргызстана Дышенбека Зилалиева. Пару недель назад бывшего чиновника обвинили в незаконном обогащении и заключили под стражу. Но факт взлома его банковской ячейки пошатнул доверие к банковской системе в целом. Позже Оптима-банк, где Зилалиев хранил свои богатства, заявил, что видео было снято более года назад из-за просрочки аренды ячейки и предоставлено самому клиенту. Информацию подтвердили и спецслужбы. И вот теперь новый звонок. С целью противодействия терроризму и средствам, добытых преступным путем, Госслужба финансовой разведки хочет заполучить все данные клиентов коммерческих банков Кыргызстана. Речь идет об их счетах и ячейках. Письмо разведчиков с повышенным грифом важности, адресованное коммерческим банком, попало в сеть и вызвало бурный резонанс. Этот запрос госоргана противоречит законам о банковской тайне, согласно которым финансовые учреждения не вправе разглашать сведения о банковских вкладах, операциях своих клиентов, если на то нет законных оснований. Если они делают запросы относительно каких-то подозрительных операций, подозрительных личностей, которые имеют счета, там не только граждане Кыргызстана, у нас имеют право открывать и не резиденты нашей страны, юридические, физические лица, это, я думаю, это абсурд. Это получается так, что под подозрением находятся практически все лица, которые открыли счета или арендуют банковские ячейки. В Кыргызстане работает более 20 коммерческих банков. Они направили обращение президенту и службе финансовой разведки, где сообщили, что запрос этот нелегитимен. Такая же позиция и у Национального банка Кыргызстана. Сплошная передача данных по всем клиентам банков не в полной мере соответствует закону о Национальном банке Кыргызской республики, банках и банковской деятельности. После общественного резонанса служба финансовой разведки опубликовала на своем сайте разъяснение. В целях автоматизации процесса сборки, обработки, анализа и хранения информации в едином формате планируется формировать электронный реестр. Электронный реестр банковских счетов и банковских ячеек будет формироваться в отношении лиц, групп, организаций, совершающих сделки, предусмотренные в главе 5 закона номер 87. Будет носить справочный характер и не будет содержать информацию об операциях, сделках и количестве денежных средств клиента. Главный финансовый регулятор Кыргызстана отмечает важность обеспечения банковской тайны. Иначе доверие к системе упадет и приведет к оттоку капитала. А как следствие взлетят процентные ставки как по депозитам, так и по кредитам. И в целом снизится инвестиционная привлекательность Кыргызстана.